Яма, которая образовалась на пересечении Самарской и Ульяновской, на первый взгляд кажется незначительной, но может принести водителям неприятности. Дорожные рабочие оперативно ее устраняют. Аварийный ямочный ремонт не требует перекрытия дорог, а применяемая технология не занимает много времени. Установка с сжатым воздухом продувается, очищается яма, когда обрабатывается яма битумной эмульсией, засыпается щебнем, смоченной эмульсией под большим давлением и сверху засыпается щебнем более сухим. Так как подается под большим давлением, то дополнительного уплотнения не требуется. Всего несколько минут требуется на то, чтобы заполнить дефект эмульсионно-щебеночной смесью. Сразу после этого можно продолжать движение, ожидать пока смесь просохнет не нужно. Один из плюсов аварийный ямочного ремонта, его можно проводить очень быстро и в любое время года. Зимой литым асфальтобетоном, летом используют метод карт до 100 погонных метров, работая с горячим асфальтобетоном, а также эмульсионно-щебеночную смесь. Эта работа не требует практически подготовительных работ, не требует обрубки ям и так далее. То есть она непосредственно устраняется дефект, и техника переходит дальше. В случае, если дефект уже имеет площадные значения, то работа осуществляется горячим асфальтобетоном. Для этого предварительно на размер дефекта готовятся рубицы карты. Протяженность их может быть от 2-3 метров до 20-30. После чего на нее укладывается асфальтобетон горячий и дефект устраняется. Литым асфальтобетоном за зиму отремонтировали 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также с апреля по июнь аварийный ямочный ремонт провели на площади в 20 тысяч квадратных метров дорог. До конца сезона планируют отремонтировать еще 15 тысяч квадратных метров. Особо пристальное внимание уделяют не только состоянию перекрестков, но и дорог с интенсивным движением, по которым следует общественный транспорт. В первоочередном порядке устраняются также дефекты, которые плохо видны в темное время суток. Приводятся в порядок участки, по которым поступили обращения горожан и общественных организаций. Специалисты МБУ Дорожное хозяйство и учреждения подведомственного департамента городского хозяйства и экологии в ходе осмотров дорожных участков оперативно вносят коррективы в перечне объектов, подлежащих ремонту. Отслеживание дефектов осуществляется практически ежедневно, исходя из характеристик. Рассматриваются, также изучаются, мониторятся социальные сети, всевозможные, откуда представляются недостатки. Также у нас есть надзорные органы в виде ГИБДД прокуратуры. Также в рамках содержания общей уборки дорог выявляются дефекты, которые предприятие до нас доводит и принимается решение об очередности их устранения. Контроль организован на постоянной основе. На всех этапах ремонтных работ в выездных мероприятиях участвуют и общественники. А сегодня они наблюдали за охотом работ на улице Самарской. Обращение горожан, как и мнение членов регионального штаба ОНФ, доводится до администрации города для оперативного реагирования. Общественники без взаимодействия с органами власти здесь как бы сложно что-либо добиться. Потому, конечно, здесь конструктивное взаимодействие, без которого очень сложно обойтись. Оно необходимо, потому что мы все заинтересованы в одном, в том числе, чтобы наш город был лучше, краше, чтобы было меньше проблем у жителей. И, конечно, в этом плане мы всегда только готовы к сотрудничеству. Напомним, в городе продолжается и ремонт большими картами. Он ведется на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, на улицах Сергея Лозоя 8 марта ведущим к обновленной вертолетной площадке рабочие почти закончили фрезерование. Предстоит укладка свежего асфальта. На обеих улицах выполняют устройство нового покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальта бетона. В соответствии с муниципальным контрактом будет использована смесь «ЩМА-16» на полимерно-битумном вяжущем. Всего же в этом году по дорожному нацпроекту в Самаре планируют отремонтировать порядка 35 участков. Работы на 17 из них уже завершены. Два генподрядчика преобразили более 26 километров автодорог по всей их ширине. Уже обновлена проезжая часть участков улиц Гагарина, Соколова, Дачной, Белорусской, Чкалова, Первомайской, Обувной, Арбатской, Трубной, 128-го километра, Народной, Советской армии, один участок, Вилоновской, Магистральной, Товарной, Заводской, а также Волжский проспект. Работами охвачены еще 10 участков совокупной протяженностью свыше 14,5 километров. На улицах Авроры, Ставропольской, Сергея Лозо, 8 марта, Физкультурной, Солнечной, Ивана Букина, Советской армии еще два участка, а также идет ремонт дороги к кладбищу Зубчининовское. Масштабные работы в рамках реализации нацпроекта должны быть завершены до конца лета. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.